Всем привет! Сегодня типичный сунебой добрался до культовой приставки, с которой у многих ассоциируется детство, первые в жизни пиратские диски в зеленых коробках и тот самый 2007, который так хотят вернуть. Но несмотря на привитое чувство сунебойства, Xbox 360 была второй приставкой, на которую я заработал сам и которой на сегодняшний день почти 10 лет. И сегодня, в честь вот такого мини-юбилея, я предлагаю сесть и разобраться, как Xbox 360 смог опередить время, как он перевернул игру, были ли на нем игры и какой интерес эта игровая система может представлять сейчас, в 2021 году. Да, это такая длинная подводка к банальному, но почему-то все еще популярному заголовку «Купил Xbox в 2021 году», а стоило ли? Так и быть, в конце я попробую подвести итог и решить, стоит ли покупать Xbox 360 в 2021 году. И что лучше выбрать, Xbox 360 или его прямого конкурента, Sony PlayStation 3? Xbox 360 стартовал почти на год раньше конкурента от Sony, и благодаря этому почти со старта смог обрасти очень неплохими мультиплатформами. Например, культовый Most Wanted 2005 года эта часть выходила на PlayStation 2 и оригинальном Xbox в урезанной графике, а вот на Xbox 360 версия игры была общепризнана самой красивой. На PlayStation 3 этой игры нет. Вторая часть Call of Duty также общепризнана годная часть колды. На приставках это самая красивая версия. Эксклюзивный на старте survival horror Condemned сперва радовал именно обладателей приставки от Microsoft, и только через полгода появился на ПК. Так, ладно, это все мультиплатформа, и в это все при желании можно поиграть на компе. Правда, некоторые из этих игр криво работают на современных операционках и нужна хотя бы Windows XP, но не суть. Тебя ведь интересуют эксклюзивы. И они были. Project Gotham Racing 3 совершил свой маленький прорыв в графике в легальных гоночных играх. В свое время это был дико популярный конкурент серии Gran Turismo. На 360-м сильно эволюционировала серия Forza. Была более симуляторная линейка с подзаголовком «Мотоспорт», и появилось более аркадное ответвление с открытым миром, с подзаголовком «Horizon». В четвертую часть Forza Horizon игроки играют до сих пор. И на Xbox One, и на ПК. Шестая часть аркадных гонок Ridge Racer ушла под крылом майков. Dead or Alive четвертая часть впервые показала красоту некстген файтингов, и что в таких силиконовых аниме-файтингах главное. Приключения камео от легендарных Rare. Эксклюзивный ответ серии про сноубордистов SSX. Третья часть Ampete. Четвертый Quake, консольная версия которого была эксклюзивом для Круга. Также эксклюзивное продолжение серии Perfect Dark, Perfect Dark Zero. Больше года Xbox 360 выдавал не только эксклюзивы, но и самую красивую мультиплатформу среди приставок. Да и на самом деле не только приставок, потому что только очень мощные и дорогие компы тех лет могли выдавать такую же картинку, которую выдавал Xbox 360 за свои 400 баксов. В 2006 шествие игрового поколения продолжилось эксклюзивом Gears of War. Консольной версией Ghost Recon Advanced War Fighter, а также Двойной Агент в серии Splinter Cell. Эксклюзивная консольная третья часть Call of Duty. Опять же самая красивая из всех версий. Dead or Alive Extreme 2. Ну тут и так все понятно. Четвертая часть Zelda Scrolls Oblivion впервые позволила играть в ролевые игры на приставках с комфортом. А вторая часть Битвы за Средиземье первой заявила жанр РТС на консолях по-взрослому. Без каких-либо упрощений по сложности. В том же 2006 вышла эксклюзивная версия Test Drive Unlimited. ММО-гонки с недвижимостью, крутым автопарком, возможностью переодевать своего главного героя в самые разные шмотки и катать девчонок, перемещающихся по острову автостопом. Через год игра утратила эксклюзивности, вышла на ПК. Но сам факт. Это полноценные ММО-гонки. В отличие от той же Motor City Online. Chrome Hounds. Мехафайт от From Software. По мнению некоторых людей, это один из лучших мехафайтов в истории. Как и Slash 99 ночей. Отличная рубилова против толп врагов. Прекрасно показывающая, на что способна маленькая коробка с зеленым значком. И ты вдумайся. Я уже почти 5 минут сижу и рассказываю тебе не просто об играх, вышедших за 2 года существования 360-го Xbox'а, а только о тех играх, которые так или иначе оставили яркий след в истории 360-й коробки. За 2 года вышли десятки крутых игр для нового игрового поколения. И после этого кто-то скажет, что на Xbox играть было не во что? Ой, вряд ли. За свою первую пятилетку круглая коробка вобрала в себя кучу годноты. От эксклюзивов до очень красивой и плавной мультиплатформы. Так, между делом, я только на Xbox'е увидел Orange Box, который был на консолях. И комплектация тут явно побогаче. Тут у нас и оригинальный Half-Life 2, и оба эпизода, и Portal, и Team Fortress 2. Так, но раз мы начинаем с исторического экскурса, то не будем далеко забегать вперед. Xbox 360 на старте был революционным во многих моментах. Консоли к тому моменту уже научились выходить в интернет, но социальная составляющая была не развита совершенно. Первыми попытками научить людей общаться друг с другом в сети попыталась Sega Dreamcast. Затем эту идею подхватили Sony и Microsoft, но охват среди желающих общаться был минимальным, да и гарнитуру было сложно достать. И только оригинальный Xbox из всей этой линейки смог научить игроков добавлять друг друга в друзья и разговаривать без обрывов с нормальным качеством через высокоскоростной модем. Плюс, оригинальный Xbox, единственный в своем поколении, дал возможность скачивать контент из сети. Так как только в оригинальный Xbox был встроен полноценный жесткий диск, а не маленькая карта памяти. Это позволяло игрокам загружать новые уровни, карты, оружие и скины для персонажей для самых разных игр в начале 2000-х. Раньше так умел делать только комп, и то далеко не каждый. Но ситуацию изменил 360-й Xbox, который первым запустил на консолях практически социальную сеть. С аватарами, с поиском друзей по интересам и общими играми. И самое главное, Microsoft впервые придумали класть в комплект с консолью гарнитуру. Игрокам не надо было искать в магазинах периферию и ждать ее от других компаний. Все необходимое было сразу в комплекте. Правда, в премиум комплекте. Была еще Core-версия, в которой этого не было. Ладно, не суть. А чтобы подсадить людей еще больше в свою социальную сеть, каждый зарегистрировавшийся пользователь получал в подарок подписку Xbox Live Gold на месяц. Это была настолько лютая бомба, что в 2007-м Microsoft запустила Games for Windows Live, чтобы игроки могли общаться между собой везде. И на ПК, и на консолях, и на мобилках с Windows Phone. Так еще задолго до Стима, Xbox Live на 360-м позволял игрокам покупать валюту Microsoft Points, чтобы покупать загружаемый контент. Приобретались такие штуки в подарочных картах, типа тех, что сейчас продаются в торговых сетях. И сегодня Games for Windows Live и Microsoft Points — это уже часть истории, и, в общем-то, обе эти истории были с плохим концом. Шутер Halo стал культовым не из-за каких-то инноваций, в этом я убедился сам, пройдя все номерные части, а исключительно благодаря сообществу, которое зародилось на оригинальном Xbox и очень сильно шагнуло вперед на 360-м. Многие обладатели оригинального Xbox'а использовали мультиплеер Halo как место для знакомства друг с другом и общения в голосовом чате. Это был самый настоящий клуб интересов и забавных ситуаций. Вы также нуб, если скажете голос, чтобы казаться старше. Красный, забей. Где классный еврей? Я предупреждаю. Чувак, ты говоришь, как моя старетняя бабушка, она мертва. А я нет. Нуп. И когда твои друзья потихоньку начинали переходить в мультиплеер Halo 3, ты, в общем-то, не задумываясь о конкурентах в лице Sony и Nintendo, шел и покупал именно Xbox 360. Не ради какого-то нового игрового опыта, а просто чтобы оставаться с друзьями на связи, играя во все тот же мультиплеер Halo. Но, впрочем, с внедрением социальной составляющей, конечно же, пришли и всем нам известные проблемы. Токсичные игроки вдруг заговорили, гриферы и мошенники вдруг ожили, так более того, войс-чат в играх стал местом, где по вечерам драгдилеры искали и заманивали новых клиентов. Конечно, на сегодняшний день это лишь слухи со всяких форумов, но если в них углубиться, то можно отыскать самые разные истории, как люди встречали и тех самых драгдилеров, и пид... Ну а что? Голосовой чат никем не прослушивался и не модерировался, поэтому в итоге это стало идеальным местом для подобного сброда. И на тот момент весьма изолированное и слишком культурное консольное игровое сообщество не было готово к такому. Раньше ты убивал соперника в каком-то сетевом шутере и не задумывался, что он может от чего-то злиться, бомбить, швырять геймпад в стену и кричать на экран телевизора. Если в мультиплеере в голосе появлялся какой-то псих, его быстро кикали с сервера, и игроки дальше продолжали поддерживать дружную спортивную атмосферу. Когда же у всех появилась гарнитура, оказалось, что среди сообщества немало психически больных токсиков, которые и послать нах умеют, и личные переписки сливают, и адреса одноклассников в чужой команде сливают, и шутят про мамку. Это сейчас всем насрать, а в середине двухтысячных шутки про мам воспринимались в штыки, доводили детей до слез, а взрослые забивали встречи. Да, веселое было время. Впрочем, по факту, это лишь байки с форумов. Из всего этого многообразия наши игроки застали, наверное, только токсиков из компьютерных клубов, которые просто позже перешли в интернет. У нас позволить себе нешитую приставку с лицензионными играми и высокоскоростной, и желательно еще и безлимитный интернет могли разве что олигархи. Более того, лично я вообще не знаю обладателей непрошитого Xbox 360. У нас он появлялся сразу заточенным под пиратки, поэтому практически весь исторический экскурс прошел мимо нас. Потому что мы пиратели. Пиратство в свое время очень сильно повысило продажи приставки в наших регионах. На PlayStation 3 еще долгое время взлом происходил через эмуляцию привода, и эта эмуляция была доступна не на всех приставках. Коробку же взламывали основательно. Сперва той же эмуляции привода, но в скором времени появился полноценный взлом фрибут, у которого, ко всему прочему, был еще и свой мультиплеер, и назывался он iLink. До сих пор на официальном сайте можно найти несколько игр, где люди все так же сидят и играют друг с другом по сети на взломанных приставках. И читерят. Ну а как ты хотел? В iLink нет модерации приставки, и никто тебя не забанит за читы, поэтому народ там активно тестирует всякие разные утилиты, вроде Wallhack'а или AIMBOT'а. За все время жизни на Xbox 360 вышло 2150 больших игр. Среди них были игры на дисках, а также, само собой, нельзя промолчать про отдельный сервис Xbox Live Arcade с кучей цифровой годноты. Тут и ремейки, и ремастеры классики, и просто туча игр для тех, кому нравятся платформеры, шмапы, битэмапы и прочие игры с довольно невысоким порогом вхождения. Один раз понажимал на все кнопки, понял, на какую кнопку бить, на какую прыгать, понял, где газ, а где тормоз, и вперед. Дальше решает только твое мастерство и опыт. В общем-то, именно поэтому этот раздел и был назван аркадным. Там даже были шахматы, покер, три в ряд и зума. Благодаря XBLA активно начал развиваться рынок инди-разработчиков. Тех, кто не могли соревноваться в маркетинге и в рекламном бюджете с крупными компаниями, но кто умел делать классные, душевные игры. И, в общем-то, большая часть выпущенных аркадок, так сказать, как раз такими и были. Маленькими, классными, душевными, вроде бы простыми, но затягивающими. Откровенного трэша там нет. Контроль качества у Microsoft был явно выше, чем Steam Greenlight. Так еще в какой-то момент Microsoft заявили, что удаляют из сервиса игры, набравшие меньше 65 баллов на Metacritic. Когда-то этот рейтинг еще не был такой продажной помойкой, как сейчас. Благодаря Xbox Live Arcade мы узнали про ремастеры аркадной классики от Konami, узнали про платформер-головоломку Braid, наследника Gravity DeFight в лице Trials, очень стильный платформер Shadow Complex, шикарный beat'em up Castle Crushers, ремейк черепашек-ниндзя во времени, который фанаты хотят видеть на современных приставках и компах не меньше, чем недавний Скотт Пилигрим. В общем, там так много годноты, что я до сих пор возвращаюсь туда в поисках очередных шедевров. Xbox 360 вышел в четырех ревизиях. Оригинальная фатка, слимка, аркадная версия и ешка. Причем первая ревизия на старте разделялась еще на две категории. Core и Premium. Отличались они наличием жесткого диска, и в премке был беспроводной геймпад. Но среди фаток было много проблемных ревизий, поэтому очень многие из них не дожили до сегодняшнего дня, поэтому мы переходим сразу к самой популярной у нас слимке. Кстати, слимка продавалась вот в такой коробке. Выглядит она, конечно, мое почтение. Только коробка фатки PlayStation 3 могла подарить подобные ощущения. Реально, когда даже я покупал эту консоль, эта огромная коробка просто давала нереальные ощущения праздника. И хоть это не бандл, а обычная слимка, в комплекте уже шел диск с Forza Motorsport 3, а в цифре можно было скачать себе вторую часть Crysis. В отличие от PlayStation, где первое время ты можешь радоваться только демкам, в этом коробоксе сразу в комплекте были две полноценные игры. Слимка уже знала, что такое Wi-Fi, и в нее можно было вставлять обычные жесткие диски от ноутбука. Выбрал я эту версию по многим причинам. Тут и два вентилятора вместо одного, и архитектура, которая позволила ему больше 10 лет не видеть красных огней смерти. И, в общем-то, предпосылок к этому нет. Плюс 5 USB-портов. Можно одновременно подключить 4 проводных геймпада и играть во всякие аркадки на четверых. И при этом остаются свободными 1 USB-порт от флешки, жесткие диски, ну или Kinect, о котором я лучше промолчу. Вообще, 360-я коробка может показаться немного компактнее той же PlayStation 3 Super Slim, но все вопросы сразу отпадают, как только ты увидишь внешний блок питания. Почти на всех поколениях Xbox блок питания был внешний. Это огромный массивный кирпич с вентилятором внутри и с нестандартными шестигранными винтами снаружи. Он занимает минимум четверть размеров самого Xbox, и это ставит крест на мобильности консоли. Также у Slim'ки были сенсорные кнопки включения-выключения и такая же сенсорная кнопка извлечения дисковода. Честно говоря, фишка прикольная, но очень мешает. Стоит тебе только случайно провести рукой возле дисковода или там пробежит мимо кошка, все, дисковод открывается и игра выключается. После Slim'ки вышла бюджетная аркадная версия приставки без жесткого диска и Wi-Fi адаптера. Привлекала она ценой и возвращением к классическому дизайну, но играть приходилось только с дисков, либо докупать внешний жесткий диск. Последним кругом перед выходом Xbox One стала Ешка. По сути, удешевленный редизайн Slim'ки. Дизайн геймпада для нового поколения на тот момент переработали и сделали меньше. Теперь его почти не выдавали, корни Sega Dreamcast. Именно тот дизайн лежал в основе геймпада оригинального Xbox'а. Эти джойстики были проводными и беспроводными, плюс могли похвастаться возможностью подключения гарнитуры прямо в него. Не нужно было задействовать какой-нибудь USB-порт, что особенно удобно для беспроводного геймпада. Sony, кстати, позаимствует эту фишку в следующем своем поколении. Геймпад не обладал какими-то революционными фишками, из-за чего он очень хорошо себя показал как в мультиплатформе, так и в качестве ПК-геймпада. Джойстик от Xbox 360 можно спокойно подключить по проводу к компу, и он его сразу же распознает, без драйверов и дополнительных настроек в играх. Ты просто подключаешь геймпад, и все кнопки с клавиатуры сразу превращаются в кнопки для геймпада. Несимметричная раскладка стиков — дело привычки, и неудобство вызывает максимум одну неделю. Из приятностей — триггеры, которые реагировали на силу нажатия. В сложных гонках, где требуется контроль скорости, это прям топ. Официальные геймпады и аксессуары могли похвастаться хорошим качеством, но сегодня найти их в продаже очень сложно. Как всегда спасает Алиэкспресс, но есть нюанс. Китайские геймпады Xbox 360 — одни из самых ненадежных и паршивых. Тут и резинки рвутся через полгода активной игры, и если ты предпочитаешь шутеры, то после прохождения стрика из Far Cry 3, Battlefield 3 и какой-нибудь Homefront, левый стик уже начинал люто болтаться и, скорее всего, залипал в одном из двух направлений. А еще через неделю стик просто болтался в гнезде, и геймпад становился, по сути, как гироскопический, куда его наклоняешь, туда персонажа и идет. Но альтернатив нет, поэтому все нынешние владельцы Xbox 360 умеют хорошо паять, умеют перепаивать стики и латать провода, настолько часто они ломаются. Проблемы были и на стороне Microsoft, и на стороне игроков. Дело в том, что многие игроки еще долгое время игнорировали переход на новое игровое поколение, так как поддержки PlayStation 2 и Xbox Original позавидуют многие сегодняшние обладатели консолей. Долгое время 360 и PlayStation 3 были таким же Next Gen'ом, как сейчас Xbox Series и пятая плойка. То есть, вроде бы железо мощное, вроде бы какие-то эксклюзивы есть, но, в общем-то, большинство игр все еще выходит и на прошлом игровом поколении. Тем более, мало кто хотел рисковать своими деньгами, покупая новый 360-й Xbox, который горел через один, или PlayStation 3, которая горела реже, но там все-таки поначалу игр тонет. Следующий минус был не самый очевидный — ачивки. Да, это именно ачивки. На PlayStation 3 были трофеи. Минус в том, что Microsoft, задав отличную тенденцию поощрения игроков за полное и внимательное прохождение игр, в итоге никак не развила эту тему. У них на руках был мощнейший козырь в этих ачивках, который за все время существования круглой коробки не получил внятного развития. Очки G-Points в итоге нигде не использовались, они лишь показывали, как долго ты играл в какую-то конкретную игру, или как много у тебя на аккаунте игр в целом. Именно из-за этого в итоге фанаты тотального зазубривания игр прижились именно на PlayStation. Те самые фанаты платин в играх. Также у Xbox был тот минус, который заметили игроки с переходом на широкоформатное разрешение. Появились игры, которые не были заточены под это самое широкоформатное разрешение. Лично на своем опыте я столкнулся с ранними частями Tomb Raider, начиная с легенды. Игра вроде бы неплохо идет в 4 на 3, но ужасно тормозит и лагает при переходе в 16 на 9. Ну и как же можно было пройти мимо красных огней смерти? Первые ревизии из-за попыток Microsoft обогнать конкурента сыграли злую шутку, и первые покупатели нового поколения от Microsoft в итоге стали бета-тестерами, которые словили типичные проблемы перегрева консоли от тормозов и зависаний до гличей и красных огней смерти. И хоть майки меняли сломанные старые ревизии на новые, удар по репутации был очень сильный, особенно там, где не было официальных представителей Microsoft, и где ни один продавец в здравом уме не поменяет тебе сгоревшую приставку просто так. Мой опыт с Xbox 360 был не без приключений. Приобретал я этот Xbox 360 с прошитым приводом. Помимо радости, приставка приносила и немало боли. Дело в том, что большинство пираток, которые продавались на тот момент, были под предыдущую версию прошивки. После покупки приходилось сдампить диск, патчить образ и записывать этот образ уже на новую болванку. Это очень кривые невыгодные костыли, но они были все еще дешевле лицензии, поэтому все плюс-минус устраивало. Особенно, когда в интернете стали массово сливать уже патченные образы игр. Само собой, задалбливание болванками самого разного качества сыграло свою роль. В какой-то момент вроде бы нецарапанные диски начали выдавать ошибки, а потом дисковод вообще отказался их читать. И тут я понял, что привод сдох. Ну, подумаешь, сдох DVD-привод. Ну вон, по 2000 рублей они везде продаются, а дам мастеру примерно 2500 и порядок. Да и вряд ли может что-то пойти не так. Как же я ошибался. Оказалось, приводы у круглого Иксбокса не простые, а особенные Бэнкью. И нуждаются в дополнительной прошивке, снятии серийного номера и прочих таких штуках. Мастер заломил почти 4000 за замену привода, что на тот момент было критично. Пошарившись по форумам, мне дали дельный совет. Поищи спеца, который прошьет тебе Иксбокс 360 и установит фрибут. Но с этим фрибутом и фристайл-дэшем можно просто играть в игры с флешки. И дисковод тебе по большому счету не понадобится. Загуглив, я нашел мастера, который в итоге установил мне тот самый фрибут за 4000 рублей. С тех пор с боксом у меня, к счастью, проблем не было. Все образы с ЛТ-прошивки были успешно пропатчены через вот эту утилиту, и они превращались в обыкновенную папку с файлами, которые ты просто закидываешь на флешку и открываешь на Иксбоксе. А дисковод в итоге остался вот такой бутафорией. Конечно же, когда я распробовал всю прелесть прошивки, когда на консолях GTA 5 появилась на несколько лет раньше, чем на компе, причем это была слитая в сеть пиратка почти за неделю до официального выхода игры, знакомые трушные пекари быстро переобулись и просили помочь им найти Иксбокс дешево с рук. Все ради GTA 5. Нашли. Дешево, с рук и с подозрительным запахом сигаретного дыма. Но мы подумали, ну ладно, продавал нам взрослый волосатый мужик, но может любит он играть в игры с сигаретой в зубах, ну и пепел просыпался на геймпад, ну может и на консоль что-то попадало. Короче, не буду грузить подробностями, через неделю на том боксе пошли зависания, еще через три дня Иксбокс начал стабильно выдавать три красных огня. Вот что такое прошитый Иксбокс 360 за 7000 рублей в 2014 году. Так, ну и вот мы подходим к концу, и в общем-то рассказав обо всех плюсах и минусах Иксбокс 360, которые я знаю, пора подводить итоги. Что лучше, Иксбокс 360 или Плейстейшн 3? Честно, на этот вопрос я до сих пор не могу дать однозначного ответа. У меня на руках есть и 360-й Коробокс, и Плейстейшн 3, и даже за многие годы пользования приставками я не могу дать однозначного ответа. Иксбокс 360 за счет своей производительности отлично показывал себя в мультиплатформе, в то время как Плейстейшн 3 выигрывала своими поздними эксклюзивами. Эту консоль Майки не забросили сразу после выхода следующего игрового поколения, и сделали для нее, можно сказать, эксклюзивную Rise of the Tomb Raider, урезанную по графике, но во всем остальном идентичную со старшими системами игру. Это был последний крупный эксклюзив на Иксбокс 360. Коробка в принципе была мощнее, и для большинства игр вроде как стоит рассматривать именно ее. Ведь там, как я уже сказал, вся ранняя мультиплатформа, плюс большинство консольных эксклюзивов, которые выглядели на нем лучше. Ну и кстати, несмотря на тот слух, что мультиплатформа зачастую смотрелась лучше на Иксбоксе, чем на Плейстейшн 3, было бы большущей ошибкой сказать, что еще чек кадров всегда был стабильнее у коробки. В очень многих играх, особенно в ранней мультиплатформе, FPS скачет местами просто до неприличия. Ранние эксклюзивы этой участи избежали, но разработчики мультиплатформы в середине 2000-х явно не ставили консоли в приоритет по сравнению с ПК, и местами халтурили не хуже, чем это было в ранних играх Плейстейшн 3. То есть тормоза и просадки на 360-м Иксбоксе не редкость. Мультиплатформа на то и мультиплатформа, что была выпущена на многих игровых системах, в том числе на ПК. И сегодня довольно средний комп сможет без труда воспроизводить практически любую игру на тех же настройках, которые были на Иксбокс 360. Сюда же добавляем не самый приятный факт, а именно ломкость консолей. И чтобы найти более-менее надежный Иксбокс 360, придется очень сильно постараться. А разобраться во всех ревизиях и их нюансах, на каких материнских платах собирался этот Иксбокс, и чем Тринити отличается от Фалкона. Затем при осмотре консоли нужно крайне внимательно изучить ее, обязательно попросить продавца запустить какую-нибудь требовательную игру, вроде той же пятой GTA, хотя бы на час, а лучше на два. В общем, в отличие от ПЛейстейшн 3, Иксбокс 360 даже при детально изученной матчасти, все равно становится очень рискованной покупкой для неподготовленного игрока. Поэтому в целом сегодня я не могу порекомендовать Иксбокс 360 как бюджетную игровую приставку с играми, потому что, ну, слишком много подводных камней. Плейстейшн 3 гораздо больше подойдет неподготовленному покупателю, который просто хочет купить консоль, просто принести домой, просто запустить и начать играть. Иксбокс Круг можно рассматривать в качестве ретро-приставки, которая отлично отсортирует для тебя всевозможные эмуляторы, позволит играть в часть игр с оригинального Иксбокса, так еще даст тебе удобный доступ к хорошим аркадным ремейкам. И все это помимо самих игр для 360-ки. Но для этого приставка должна быть прошита, что опять же может вызвать некоторые костыли. А если ты хочешь играть по-честному без пиратства, то на сегодняшний день Иксбокс Уан для этого подходит гораздо лучше, потому что он отлично воспроизводит игры с Иксбокс 360 и оригинального Иксбокса, и производительность в этих играх выше. Да и цена на Иксбокс Уан с рук иногда всего на пару тысяч превышает цену на Иксбокс 360, хотя Иксбокс Уан по сути это уже следующее игровое поколение, еще и с полной обратной совместимостью. Касательно софта, для Иксбокс 360 его вышло очень немного. И практически нету софта для скачивания игр из какого-либо хранилища, как это реализовано на Плейстейшн 3 и Вите. Из-за этого приставку нельзя назвать полностью автономной, тебе все равно нужен будет компьютер для скачивания игр из интернета, чтобы потом их закидывать на флешку или жесткий диск, и уже потом его подключать и играть на Иксбоксе. То есть даже в качестве недорогой пиратской приставки Иксбокс 360 не подойдет, потому что, во-первых, он далеко не дешевый, во-вторых, для скачивания и загрузки игр в квартире все равно должен быть хоть какой-то компьютер, а в-третьих, китайские геймпады очень быстро приходят в негодность, особенно стики, которые могут начать дрифтить спустя месяц. Поэтому лично я считаю, что время Иксбокс 360 ушло. И сегодня конкретно данная приставка может быть интересна только как коллекционный экспонат, как часть истории, которую ты по каким-то причинам пропустил, но к которой так бы хотел вернуться.